Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цесарским. Дорогие друзья, наш эфир продолжает программа «Радиоблог» с Игорем Цесарским. И у Игоря, как всегда, невероятно интересный гость, как вы уже успели услышать в нашей заставке. Настоящие профессионалы у микрофона. Итак, Игорь, добрый день. Добрый день, Саша. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Для начала хотел бы поздравить вас с новым наступившим 2021 годом. Желаю всем здоровья, благополучия. Ну, очень верю и надеюсь, что этот год будет не в пример тому, который минул, который мы с большим удовольствием проводили, так как он нам успел не просто надоесть. Он был очень-очень непрост, как вы все прекрасно знаете. Но прежде чем представлю вам сегодняшнего гостя, я хочу напомнить о том, что канал «Континент», который называется «Континент», продолжает свою работу. Более того, мы стараемся, учитывая ту ситуацию, которая сейчас сложилась в стране, выходить каждый день. И я предлагаю вам посетить на Ютубе или по нашей континентовской рассылке, сориентироваться и послушать, о чем говорят эксперты, о чем говорят люди, которые следят за новостями, которые комментируют их, рассуждают, и, возможно, вам это что-то даст. Это будет интересно. Вот с одним из тех людей, которые со мной постоянно в этих эфирах, мой тезка, мой товарищ из города Бостона, Игорь Туффельт. Игорь, привет и с Новым годом тебе! Привет, с Новым годом! Мы уже в который раз поздравляем друг друга с Новым годом. Но слушатели, наверное, в первый раз. Хотя я думаю, что большинство тех, кто слушает нас на «Народной волне», уже видели нас в этом году дважды на «Континенте». ТВ-клуб «Континент». Но все равно с Новым годом, те, кто еще не слышал, а те, кто слышал, еще раз, еще раз, еще раз. Еще раз, еще раз и хорошего года. Но приступим. У нас довольно много таких не просто актуальных тем, а горячих, которые вот все ближе и ближе 6 января. А мы вчера как раз успели переговорить о том, что же происходит и в стенах Капитолия, что происходит с вице-президентом Пенсом, что происходит с 12 сенаторами, которые вот 6 ноября, 6 января выразят свое особое мнение. В общем, Игорь, пожалуйста, у тебя есть возможность вот эти все новости нашим чикагской аудитории, не только чикагской, многие слушают нас по интернету, что-то рассказать. Ну, вообще, как бы в каждой оговорке есть какой-то смысл. И я думаю, что ты не случайно оговорился и назвал 6 ноября, потому что напомню, что 6 ноября по новому стилю и 22 октября по старому стилю в 917 году готовился захват Зимнего дворца. Хорошая ситуация. Сейчас как раз готовится захват Белого дома. И я считаю, что нужно начать с этого, хотя, в принципе, по логике вещей надо бы, наверное, упомянуть о том, что Нэнси Пелози получила новый срок, и это уже стало очевидностью. Хотя разрыв был очень небольшой, но, тем не менее, видимо, за свои заслуги, да, в кавычках, получила новый срок, и поэтому разрыв был минимальный. Но, тем не менее, вернемся к событиям сегодняшнего дня в отношении Майка Пенса. Я бы хотел начать именно с этого, потому что вот буквально где-то полтора часа назад я смотрел его выступления на митинги в Джорджии, митинги в поддержку двух сенаторов-республиканцев Келли Лофлер и Дэвида Пердью, которые должны завтра избираться в Сенат на новую шестилетнюю каденцию. И, собственно говоря, он расставил все точки над «и», несмотря на упоминание левых средств массовой информации, которые, как мы уже называли, 92% плюс, с каждым днем их все время почему-то увеличивается. Ну, не почему-то, видимо, люди уже устают тоже от этой борьбы, от всего. А «Нью-Йорк-Пост» тоже как бы уже сошел с дистанции. «Фокс» уже давно сошел с дистанции. И поэтому я думаю, что уже можно говорить о 95%. Но вернемся к Майку Пенсу. Средства массовой информации писали о том, что якобы он заявил на брифинге, и это, кстати, я видел в комментариях к нашей последней и предпоследней программе на Ютьюбе, что он не будет поддерживать группу из 12 сенаторов и более чем сотни конгрессменов, потому что по одной версии 40 конгрессменов будут протестовать, по другой более чем 140. Посмотрим, увидим послезавтра. В любом случае, он четко сказал, что 6 января – это будет наш день. Я буду делать все, что от меня зависит, для того, чтобы протестовать сертификацию в сомнительных штатах, потому что мы располагаем неопровержимыми доказателями. И далее мне очень понравилось, как он процитировал сенатора Чака Шумера, который говорил в последнее время и повторял все время эту фразу, но, естественно, ее показывали по всем каналам, ABC, CNN, MSNBC, ну и так далее и тому подобное. Чак Шумер сказал так «If we will Georgia, we will change America». То есть, если мы победим Джорджи, мы изменим Америку. Майк Пенс привел эту цитату и сказал «Если мы сохраним Джорджи, мы спасем Америку». И, в общем, в этой фразе, я думаю, есть смысл глубокий не только в отношении завтрашних выборов в Джорджии, но и в отношении того, что будет происходить в Конгрессе и в Сенате на сомнительной сессии 6 января. В отношении того, что было вчера, в воскресенье, по инициативе республиканца Митча МакКоннелла прошло голосование о новых правилах по избранию президента. То есть, в случае, если кто-то будет опротестовывать голоса, как эти голоса после двухчасовых дебатов умножить на то количество штатов, которые будут опротестованы, два часа условно на шесть или на семь, дополнительные 12-14 часов. Митч МакКоннелл предложил, что все обсуждения, все возражения будут решаться по каждому штату в отдельности, но с учетом большинства в Конгрессе и большинства в Сенате, что, по сути дела, не оставляет никаких шансов президенту Трампу остаться на второй срок. Но, с другой стороны, группа юристов и законодателей Сената из Конгресса во главе с Тедом Крузом вырабатывают свою стратегию, потому что, на самом деле, я думаю, что это несложно будет доказать, что такое решение Конгресса противоречит американской Конституции, что уже неоднократно было доказано. И, собственно говоря, хотят они это или нет, это должно приниматься во внимание и может быть опротестовано. Легко или нелегко, тут, конечно, есть всякие юридические проблемы и уловки, и западения. Я думаю, что в этой ситуации неслучайно прозвучал голос конгрессмена от Демократической партии от штата Нью-Йорк, Акима Джеффрис, который сказал, что мы разрабатываем тактику борьбы с оппонентами в Конгрессе и в Сенате. Зачем ему нужно делать заявление, если вчера, в воскресенье, было уже принято решение Митча Маконова? Значит, не все так просто, значит, не все так чисто. И, видимо, это решение, которое было одобрено большинством, кстати говоря, анонимно, только количеством подсчета голосов, никто не указывает, кто именно голосовал за, кто против, большинство проголосовало за. Видимо, это решение сшито белыми нитками, как говорится на простом русском языке, без всякой юридической казуистики. В любом случае, есть еще интересные факты, которые были опубликованы буквально сегодня, то есть раскладка прошла по штату Пенсильвания. Группа специалистов из юридической команды представила вывод двух ученых, специалистов Джастина Милли и Дэйва Лабью. Напомню, что Джастин Милли был сотрудником военной разведки военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, он также был сотрудником ЦРУ и работал конкретно в антитеррористическом отделе. Его коллега Дэйв Лабью имеет 12 лет, более чем 12 лет опыта в аналитической деятельности по поводу расшифровки компьютерных данных, обработки компьютерных данных и их анализу. Так вот, они опубликовали данные по штату Пенсильвания. 432 116 голосов были не засчитаны. Эти голоса все шли в пользу Трампа. Причем у них есть даже раскладка. 213 707 голосов были аннулированы во время дня, конкретно дня выборов, то есть 3 ноября прошлого года, и 218 409 это бюллетени, которые были доставлены по почте. Причем доставлены по почте именно в положенные сроки, а не так, как это было сделано по закону, который изменили в штате Пенсильвания и считали голоса, которые отправлялись уже после выборов. Напомню еще раз, мы говорим о цифре, которая составляет 432 116 голосов. При этом в штате Пенсильвания 80 555 голосов это тот перевес, который сделал Байдена победителем. То есть, при легком арифметическом подсчете мы увидим, что Трамп победил в Пенсильвании с разницей в 350 тысяч голосов. И тогда, собственно говоря, все становится на свои места. Почему Трамп до того, как вдруг неожиданно в системе Доминион кончились чернила, лидировал с разрывом 800 тысяч, а потом стали появляться какие-то совершенно непонятные аномалии, о которых ученые просто говорят, что вероятность этого 1 к 10 триллионам, что это практически невозможно. Это как кто-то там объяснил, что вот, допустим, на Земле вы находитесь в каком-то месте, где живет 4 миллиарда людей. Из них 2 миллиарда женщины и 2 миллиарда мужчины. Вот вы идете по улице, и сначала вы встречаете только 2 миллиарда мужчин и ни одной женщины. А после того, как вы встретили 2 миллиарда мужчин, появляются 2 миллиарда женщин и ни одного мужчины. Вероятность этому какая? Нулевая. Вот здесь, собственно говоря, все объясняется. Теперь в отношении Джорджии, где разница между президентом Трампом и бывшим вице-президентом Байденом составляет 12 тысяч, 12 тысяч 700 голосов в пользу Байдена. Вот результаты. Более чем 30 тысяч были аннулированы по непонятной причине, причем все 30 тысяч за Трампа, плюс 12 173 голоса были распределены от Трампа к Байдену. В связи с этим интересно вспомнить заявление генерального директора, CEO Доминьон, который давал под присягой показания в Джорджии во время слушания на юридической комиссии. Он заявил, повторяю, под присягой, что машины системы Доминьон предполагают изменение голосов, что это возможно, и на самом деле для этого не нужно обладать каким-то специальным образованием и быть высококвалифицированным специалистом в области программирования или разработки компьютерных программ. В этой ситуации странно проявляется тот вопрос, почему до сих пор на такие явные доказательства никто не обращает внимания. На самом деле здесь тоже есть определенное объяснение, которое последовало от группы юристов Трампа, что все придирки, которые были предъявлены всем иском в пользу Трампа, были основаны не на отсутствии доказательств, а на чисто юридических процессуальных мерах и кодексах, которые, по мнению суда, не были соблюдены, но по мнению адвокатов Трампа, они были соблюдены полностью, и, как заявил Луи Гомерт, конгрессмен от штата Техас, что его иск, последний, который был отвергнут в федеральном суде Восточного округа Техаса, был идеален с точки зрения юриспруденции и юрисдикции. Но, опять же, повторяю, никто не отверг ни одного иска по причине отсутствия улик. В Конгрессе 6 января послезавтра будут представлены очень много других доказательств, о которых пока никто не сообщает, но то, о чем я сейчас рассказал, мне кажется, уже более чем достаточно для того, чтобы серьезно поставить вопрос, по крайней мере, по этим двум штатам. Игорь, я что хотел, вот ты затронул Джорджию, я сейчас в связи с Джорджией там разгорелся скандал, и так очередной телефонный звонок, читаю, вошпост, но по-другому я эту газету назвать не могу, вот, опубликовала фрагменты телефонного разговора между Трампом и госсекретарем Джорджии. В нем действующий президент якобы настаивал на пересчете голосов, предупреждая власти штата о возможной уголовной ответственности. Действующий президент США Дональд Трамп потребовал от госсекретаря штата Джорджия Бреда Рафенсбергера найти достаточное количество голосов в его поддержку на прошедших выборах, чтобы подтвердить свою победу в этом штате. Ну и так далее. То есть, цитата, все, что я хочу сделать, это вот что, я просто хочу найти 11 780 голосов, сказал Трамп, якобы сказал, он, и соответственно, теперь, ну вспомни тот знаменитый телефонный звонок господину Зеленскому, да, и получается, что, что вот вошпост, они, как бы, их древняя традиция, начиная со времен, я не знаю, Никсона и так далее, вот, 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 вот во всякие такие играть и игры, которые с телефонными звонками, с доказательствами, неправомощных действий президента, но почему-то эти президенты исключительно оказываются республиканцами. Дело в том, что я как раз получил информацию по поводу этой статьи, этой публикации, и на самом деле разговор президента Трампа с секретарем штата Джорджио Рафербергом занял более часа. То, что было опубликовано в Вашингтон пост, это выжимка, которая была сделана, естественно, по усмотрению редактора газеты Вашингтон пост, я не говорю главного редактора, но редактора отдела, и, соответственно, была сделана таким образом, что полной информации ни у кого нету, но выгодная информация для Вашингтон пост и для людей, которые читают эту газету и верят этой газете главное, более чем достаточно. На самом деле я вижу в этом достаточно положительные мотивы именно для компании президента Трампа, потому что, как я уже говорил, пресса в последнее время, и мы это вчера обсуждали, в общем, по-моему, это очевидно, что пресса находится в панике, они пытаются сделать все для того, чтобы дискредитировать президента в последний момент, когда он хочет нанести ответный удар. Собственно говоря, даже не удар, а просто дать ответ в Конгрессе, который будет транслироваться по телевидению, этого никто не может запретить пока. Я надеюсь, что все-таки мы увидим прямой репортаж, как это было в предыдущие годы, хотя все может быть. Все может быть, терталь. Но, тем не менее, я все-таки надеюсь, поэтому они подготавливают почву, они манипулируют общественным мнением для того, чтобы доказать, что президент Трамп проиграл выборы. И, кстати говоря, еще вот довольно интересная информация, что Тед Круз заявил, что в случае, если опровержения о сертификации голосов будут отвергнуты, он будет настаивать на создании десятидневной комиссии по проверке голосов. И, как пример, привел исторический факт от 1877 года, о котором, кстати говоря, мы тоже говорили, в отношении кандидата от демократической партии Тилдена и будущего президента Хайса. Тогда именно была создана такая комиссия. Почему она была создана и как она состояла? Создана она была потому, что именно в Южных Штатах, где тогда главенствовали демократы, были замечены случаи фальсификации, махинации и аномалий в подсчете голосов. Это было достаточно для того, чтобы в январе первая среда после первого вторника не был утвержден ни один из претендентов. По этой причине была создана комиссия, о которой собственно и говорит сейчас Тед Круз, которая состояла довольно интересным образом. В нее были включены пять сенаторов, пять конгрессменов и пять представителей Верховного Суда. Они занимались подсчетом, переподсчетом голосов в течение двух месяцев и в марте, 3 марта 1877 года объявили президентом ХАЭСа. Таким образом, прецедент, который полностью соответствует уставам Конституции, был соблюден. Я думаю, что в этой ситуации мы увидим, что эта дата будет фигурировать во время заседаний 6 января послезавтра. Ну, интересы, прецеденты, конечно же, но мы же знаем, что оппоненты президента и тех республиканцев, которые решили поддержать его, они заявляют, что это никаким образом не коррелируется, скажем так, с нынешней ситуацией, что это совсем о другом и что сейчас в принципе по их утверждениям Трамп просто ведет себя некрасиво, цепляется за власть, но они же его обещали за волосы вытащить из Белого дома и в общем-то они... Игорь, ты ожидал другую реакцию. Нет, не другую. Они будут заниматься этим, а в отношении того, что вытащить его за волосы из Белого дома, если Конгресс примет решение о том, что Байден новый президент, если усилия республиканцев этой группы, кстати говоря, немаленькие, не увенчаются успехом, и 20 января Джо Байден примет присягу, правда неизвестно в качестве кого, потому что, по-моему, он до сих пор не может решить, кто он все-таки сенатор или президент, то тогда Трамп покинет Белый дом. Если Конгресс по прецеденту, который существовал в 1877 году, примет решение о создании комиссии по проверке аномалии, фальсификации, мошенничества, фактов мошенничества и махинации на основании доказательств, которые будут предъявлены в Конгрессе, то тогда срок президентства продлевается до выводов комиссии. На сегодняшний день Тед Круз говорит о 10 днях, которым нужно эту комиссию провести и сделать свои выводы, но, возможно, этот срок будет продлен, но пока можно говорить о том, что Тед Круз просит 10 дней, которые должны потрясти мир. Да, у нас была одна такая передача с этим названием. Ну, хорошо, пока мы не про 10 дней, а пока мы про текущий момент, а текущий момент у нас реклама, мы на несколько минут с вами расстанемся, но никуда не уходите, послушайте важное объявление и возвращайтесь. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в программу Игоря Цезарского Радиоблог. Ну, что ж, в этом сегменте Игорь приглашает вас всех звонить, задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Итак, дорогие Игори, вам есть звонок? Принимаем? Да, пожалуйста, я напомню только, что с нами Игорь Туфельд из Бостона. Кто еще не знает, этого. Да, слушаем вас. Добрый день. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о двойном стандарте руководства Республиканской партии штата Джорджия, когда они при избрании Трампа не учитывали бюллетени, не сверяли там подписи. А вот сейчас они вот завтра будут голосование по поводу двух сенаторов выборов. И там они решили вот этот пробел свой исправить. И вот, пожалуйста, скажите об этом. и вот позавтра намечается марш миллионов в столице Вашингтоне. И у нас, например, в Нью-Йорке решили по этому поводу, чтобы люди могли выехать в Вашингтон, перекрыть все мосты, чтобы не допустить вот этого марша со стороны нью-йоркцев. как же обстоят дела в других штатах. Спасибо. Спасибо за звонок. Игорь, пожалуйста. Честно говоря, я не слышал о том, что сделали в Нью-Йорке, но на самом деле это не только будет блокировка Нью-Йорка, это будет вообще блокировка восточного побережья, потому что по сути дела из Массачусетса, из Нью-Хемпшира, из Вермонта, из Мэйна, из Коннектикута можно доехать только через Нью-Йорк. Хотя существует еще, конечно, окольная дорога через Нью-Джерси, что, в принципе, позволяет людям как-то проехать туда, но я думаю, что если есть такие пути через Нью-Джерси, то в Нью-Йорке тоже можно найти какой-то способ, хотя нет, из Нью-Йорка в Нью-Джерси надо обязательно переехать. Я в любом случае, мне кажется, это весьма сомнительно. Сомнительно. Транспортный коллапс. Да, транспортный канал, это же не только поездка в Вашингтон, это же не только поездка на ралли, это автобусы, машины, это работники, которые ездят, причем это действительно связано не только с Вашингтоном, это перекрывает путь в Нью-Джерси и в Пенсильванию, и в Вирджинию, и в Мэриленд, и в Делавер, так что здесь мне кажется, что это может быть только есть какие-то планы, но они маловероятно, что они будут осуществлены. Теперь в отношении Джорджии, во-первых, после того, что было сделано 3 ноября, я думаю, что ни один представитель оппозиционной, так сказать, власти, в которую я могу назвать именно губернатора штата Джорджии Кэмпа, и госсекретаря этого штата Раффербергера, о котором мы уже сегодня говорили, не посмеют сделать повторную такую же вещь, и, собственно говоря, на самом деле, пока еще у нас нет никаких доказательств, что они принимали активное участие в подтасовке голосов непосредственно, но то, что они против... Защите, да. То, что они возражают против созыва легислатуры штата Джорджия, что уже само по себе противореческой конституции является, в общем, достаточно веским доказательством не в их пользу. Так что, я думаю, что второй раз они не будут рисковать, тем более, что речь идет, в общем, о серьезных преследованиях. И я напомню то, что сказал Тед Круз несколько дней назад, это было еще в декабре, в конце декабря, он сказал, что все ответственные за махинацию на выборах должны предстать перед судом и нести уголовную ответственность за махинации и мошенничество. Саша, у нас есть звонки? Да, у нас есть звонок, ждет слушатель как раз на линии. Да, пожалуйста, слушаем вас. Добрый день, большое спасибо за передачу. Не можете ли вы объяснить, почему глава Сената не поставил, вернее, поставил вопрос о 600 долларов, а не 2000? Почему он этим занялся? Пожалуйста, Игорь, есть у тебя вопрос? Дело в том, что законодатели являются, собственно говоря, теми людьми, которые утверждают новые законы, я напомню, что Конгресс готовит законопроект, утверждается он в Сенате, поэтому председатель Сената имеет непосредственное отношение к принятию новых законов или к наложению вета на старые законы, и в конце прошлого года мы видели как раз и то, и другое, и принятие закона, и вета, которое было объявлено к закону о новом бюджете, связанном с армией, и аннулирование поправки 230 о свободе средств массовой информации в социальных сетях, в смысле не свободы, а об отсутствии цензуры, которые на самом деле применяются этими средствами массовой информации самими, по своему собственному усмотрению, так что здесь это его непосредственная обязанность, согласны мы с этим или нет, но это то, чем сенаторы и конгрессмены, а тем более председатель Сената и руководитель большинства должен заниматься, кстати говоря, здесь я вас должен поправить, что председателем Сената является не Митч МакКоннелл, он является представителем большинства, а председателем Сената является вице-президент Майк Пенс, который вот послезавтра будет подсчитывать голоса, и здесь я хочу добавить еще одну небольшую фразу, дело в том, что многие юристы говорят, здесь мнение разделилось, одни считают, что у Пенса нет такой возможности опровергнуть голоса, десертифицировать голоса выборщиков из шести проблемных штатов, другие считают, что наоборот, у него есть такое право, я думаю, что послезавтра у нас будет более конкретная информация, потому что все, что будет происходить 6 января в Сенате, будет происходить в полном соответствии с законом и с Конституцией Соединенных Штатов Америки, которая в последнее время, к сожалению, была уже столько раз нарушена представителями Демократической Партии. Смотри, у меня такой вопрос к тебе, вот Верховный Суд, что-то про него последнюю, ну скажем, неделю, мы даже не вспоминали ни разу, и получается, какая вещь, вот они остаются как бы в стороне от этого важнейшего процесса, не странно ли это? Ну, на самом деле, конечной инстанцией в утверждении электоральных голосов является все равно Конгресс. Обе палаты представители на совместном совещании, они должны это сделать, потому что, собственно говоря, и будет 6 января. Верховный суд уже отклонил иск, но принял другой иск, как мы знаем, против Пенсильвании, где срок подачи ответного какого-то иска со стороны Пенсильвании, назначен на 22 января. Говорили о том, что это изменится, потому что это дата уже 2 дня после инаугурации, когда уже ничего невозможно будет изменить. Но, в любом случае, возможно, это будет раньше, тем более, что мы говорим сейчас о возможном и вполне вероятном продлении минимум на 10 дней. Повторю, что мы узнаем об этом послезавтра. Спасибо. У нас есть звонок. Попробуем принять его. Добрый день. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос вот к обоим Игорем. Меня зовут Евгений. Скажите, пожалуйста, вот с чем вроде бы уберенные сединами взрослые мужи. И я ваш постоянный слушатель и очень благодарен вам за вашу работу. Однако же вот эти постоянные отсылки. Ну, ребята, давайте дождемся 14 декабря и увидим сопротивление. Ну, давайте теперь все вместе дождемся 6 января видеть Майк Пенс в костюме Бэтмена и всех нас спасет. Ну, неужели не очевидно, что ничего не будет? Вот эти все факты обмана, фальсификации на выборах, я вам целый день, что толку их приводить, цифры там столько-то тысяч там, 100 тысяч здесь, 500 миллионов фактов мертвых проголосовало там, какая разница, если правоохранительная система на это никак не реагирует? Евгений, вы вас слушали, извините, мы поняли, о чем вы хотите, давайте Игорь попробует вам ответить на ваш такой вопрос, и я бы сказал не только вопрос. Давай. Во-первых, когда мы говорили о 14 декабря, то речь шла действительно о каком-то сопротивлении, которое, если вы не знаете, было оказано. Было оказано и сторонником Трампа, и было оказано и сторонником Байдена. Я сейчас объясню, в чем дело. 14 декабря во время того, как принималось решение легислатуры штатов, в самих этих штатах проводилось голосование. В штате Мичиган не пустили представителей республиканской партии для того, чтобы они приняли участие в голосовании. Это нарушение Конституции, и по этой причине республиканцы от штата Мичиган направили в Белый дом свои голоса от республиканской партии, где они подтверждают победу Трампа. Напомню, что в Пенсильвании мы говорим о 20-ти электоральных голосах. Подобные случаи произошли в Джорджии, где легислатура штата до сих пор пытается собрать созвание, которым противоречат губернатор и секретарь штата. Мы об этом говорили буквально 5 минут назад. Хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что сейчас я считаю нужным упомянуть, что как раз в данный момент идут слушания по поводу проблем, связанных с подсчетом голосов, махинаций, фальсификаций в штате Джорджия. Это федеральный суд штата. И на самом деле, как я уже тоже говорил сегодня, и не только сегодня, что окончательное решение будет принято в Конгрессе, и мы будем говорить на эту тему и после 6 января, потому что все, что произошло, это абсолютно незаконно, это противоречит американской конституции. Если вы считаете, что американская конституция в этой ситуации попрана, мы с вами абсолютно согласны и будем продолжать обсуждать эту тему до тех пор, пока не будет восстановлена справедливость. И, кстати говоря, Игорь, те миллион человек, или сколько там мы не знаем, как уж будут подсчитывать особенно заинтересованные с другой стороны лица, и как будут пускать, не пускать, но факт, это миллион человек будет собираться, и почему это те же люди, которые тоже, как и наш слушатель, как и мы, абсолютно не верят в те результаты, которые нам были представлены, особенно в этих колеблющихся штатах. Более того, могу смело сказать, что даже в тех штатах, где все определено и где как бы нет возражений, есть тоже большие сомнения, там, где машинка, где машинка это стояла, везде можно сомневаться, абсолютно. Кстати говоря, во-первых, уже поступили новые данные, что количество предполагаемых участников возросло до полутора миллионов, и планируется несколько митингов в разных районах Вашингтона, которые в конечном итоге должны объединиться в один митинг. И в отношении вот этих цифр, которые я говорил по Пенсильвании, то руководители криминалистической экспертизы, которые проводили и делали математические и статистические раскладки, не называют конкретных имен людей, и не называют по чьей вине вообще все это произошло, или по вине компьютерных систем, программного обеспечения, или по вине людей, которые подсчитывали эти голоса, пока они не сделали официального заявления. Ну, так или иначе, все равно вот те иски, которые пошли вот в суды, в федеральные суды штатов, да, вот, в том числе не забудь еще иск Трампа в Вискансине, то есть это это же все еще в движении. Действительно, для многих странно, я понимаю, ну, наших слушателей сам задают себе тот же вопрос, потому что дни же остались, а где же какие-то, да, уже, ну, хотя бы предварительные результаты или комментарии по поводу вот этих исков. Почему мейнстрим пресса пишет категорически, у них же так идет мантра, и все иски, все возражения были отвергнуты, все, период, точка, больше не о чем говорить, президент Байден и все, но на самом-то деле все еще в процессе, так же это? На самом деле так, да, и даже сегодняшние заседания, которые проходят в это время в Джорджии, подтверждают, что еще далеко не все иски отвергнуты. Игорь, нет ли у тебя ощущения, что вот, вот, вот почему монолитом стоит та сторона, потому что вот это как карточный домик, вот только в одном бы штате где-то поменяли вот эту конечную цифру, да, и все бы посыпалось, вот, вот мне кажется, что у них вот есть именно вот такое глобальное опасение, что вот нельзя сдать ни одного, условно говоря, района, такой эдакий Сталинград, вот не сдадим мы ни одного дома, понимаешь, а иначе карантином. Есть у тебя такое вот ощущение? По-моему, это очевидно. Кроме всего прочего, я могу сказать еще об одном, на мой взгляд, достаточно веском доказательстве, что когда юристы Трампа требуют предъявить им машины для экспертизы, для проведения экспертизы, проверить бюллетени и так далее, большинство людей, которые состоят в избирательной комиссии и в легистраторе штатов, я имею в виду, опять же, губернатор, в легистратору полностью на стороне Трампа, губернаторов, они категорически отказываются дать возможность провести. Вопрос тут, по-моему, очень простой. Если они так скрывают эти вещи, видимо, им есть что скрывать. На самом деле, по-моему, было самым простым решением, просто хотите, пожалуйста, возьмите, вот ищите. Ничего нету, все чисто. Все честно, за Байдена голосовало большинство. Смиритесь с этим, проверяйте, делайте все, что угодно, просвечивайте, до винтика разбирайте, собирайте, найдете, найдете, но у нас все было чисто. Нет, они категорически, причем не просто, они же тоже подают иски судебные. Один суд решил, другой суд, они подали иск, чтобы лишить возможности проверки, они выиграли, опять подали встречный иск. То есть, все сделано, на мой взгляд, только для того, чтобы затянуть время, чтобы любыми правдами, вернее, неправдами дотянуть до 20 января, до даты инаугурации. И вот 6 января, повторяю, именно 6 января, нас будут ждать сюрпризы. Об этом говорят не только представители юридической команды Трампа, не только политические эксперты, но и в общем обычные американцы. Именно для этого они собираются 6 января в количестве от миллиона до полутора миллионов, для того, чтобы воочию увидеть эти сюрпризы. Да, ну, мы действительно ждем. И защитить и защитить свое избирательное право и конституцию Соединенных Штатов Америки. Да, без сюрпризов явно не обойдется, потому что, ну, скажем так, все те, кто сомневался в том, что Трамп будет до конца сражаться, и не только он, а все те, кто понимает, что с ним связаны определенные надежды, он, в общем-то, вот, то есть, породил это, и, и вот его повестка дня, за которой пошли, даже те люди, которые, может, ему не симпатизируют, как лично сно, но, тем не менее, которые не хотят страну потерять, то, я думаю, что, действительно, 6 января, это не последний день, и мы об этом все время и говорим, и поэтому, даже, та критика, которая в наш адрес идет, что вы там нас успокаиваете, или что, вот этот безудержный оптимизм, но это не безудержный оптимизм, я считаю, это как раз, реальный, наверное, подход, как ты считаешь? Ну, естественно, я думаю, что это не только, что реальный оптимизм, это не просто оптимизм, который основан на надеждах, но он основан еще на юридическом праве, и на конституции, потому что, это не просто мнение, твое, или мое, или наших коллег, которые тоже с нами согласны, а это мнение ведущих юристов, и как я уже сказал, в отношении полномочий Майка Пенса, мнение разделилось, одна группа юристов считает, что у него есть это право, другая группа считает, что у него нет этого права, значит, речь идет о каком-то юридическом коллоквиуме, о том, что люди должны решить, специалисты в этой области, должны решить, и все это мы узнаем 6 января. Кстати, интереснейшая ситуация, вот он все-таки был все 4 года, все-таки в тени президента, ну, верным союзником, очень выдержанный, действительно, человек, вызывающий уважение, и вот тут, ну, так вот судьбе было угодно, да, он выходит на передний край всего, да, и тут же решается вообще, как и судьба страны, и его личное будущее, потому что он, ну, достаточно в таком еще возрасте, когда еще политически все впереди, и сейчас речь идет не только о том, чтобы отстоять президента Трампа, но еще о 24-м годе, когда он при определенных условиях действительно будет единственный и правильный кандидат от республиканцев. Безусловно, я думаю, что все это прекрасно понимают, и прежде всего, сам Майк Пенс, другое дело, что насколько вообще далеки его политические амбиции, он пока не делал никаких заявлений, я думаю, что это, в принципе, тоже правильно, потому что... А зачем? Абсолютно, я с тобой согласен, но, судя по сообщениям в прессе, он уже пытается якобы завершить свою политическую карьеру, а судя по тому, что я слышал сегодня в Джорджии, он совершенно не забирает за это дело. Нет, 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 это же вбрасывают, вот, кстати, какая подлость, вот мейнстрим-мидиа определенная, да, мы только об этом вчера говорили, еще раз, те, кто, может, не слышал наши эфиры в ТВ-клубе «Континента», то, смотри, обвиняли уже его полностью, что он абсолютно отказался от своего патрона, как пишет мейнстрим-пресса, значит, а он не принял вот этих возражений, которые из Техаса и так далее, и так далее, и буквально вот после всего вытья их через день-другой «Пенс говорит я», и это уже цитата. Поэтому, господа, когда вы слушаете всевозможные, или читаете, не буду перечислять, от «Нью-Йорк-Пост» и до самых-самых захудалых, вы всегда анализируете, и всегда, главное, смотрите, это прямая цитата, можно ли ее услышать на том же Ютубе? Если нет, усомнитесь, пожалуйста. Я с тобой абсолютно согласен, и вообще в этой связи мне хотелось бы вспомнить, опять, ты меня навел на мысль о семнадцатом годе, назвал шестнадцатый ноября, а сейчас ты напомнил мне восемнадцатый год, и фразу известного матроса Железняка, который заявил во время первого созыва, первого и единственного созыва учредительного собрания, «Караул устал». Так вот, в этой ситуации я могу сказать, что «Караул республиканцев» не устал, и будет продолжать отстаивать законные права президента, или его сторонников. Ну, мы тоже на это надеемся, потому что у многих сторонников было действительно уныние после того, что произошло. Казалось, что, в общем-то, мир рушится, и не просто мир рушится, а наше восприятие, наше уважение к законам страны, к конституции, все на карту сейчас поставлено. И, действительно, если все-таки случится так, что обнаружится вдруг 46-й, то это будет ну, очень-очень негативным моментом, и я даже не хотел бы об этом сейчас говорить, потому что мы верим, что останется 45-й. Ну, а сейчас... 46-й в любом случае будет. Будет, но... Будет через 4 года. Через 4 года. Давай на этом мы закончим наш сегодняшний разговор. Спасибо всем тем, кто был с нами. Еще раз вам пожелаем всех благ и главным образом здоровья. До новых встреч. Слушайте нас на Народной волне, радиоблоге. Заходите к нам на ТВ-клуб «Континент» на огонек. Мы сейчас очень активно стараемся работать, чтобы максимально информировать вас. Всего доброго. Игорь, спасибо. До свидания. С Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова